Радио Хакасия ФМ на 91.5, друзья. Итак, мы начинаем утренний эфир на радио Хакасия ФМ, как я уже сказал сегодня. Не повторяюсь, не повторяюсь, Дмитрий Каштанов и Андрей Пакабов в студии, друзья. Все, в общем, как обычно, ну, за исключением некоторых моментов, за исключением, конечно же, наших гостей, которые присутствуют у нас сегодня в студии. Доброе утро. Доброе утро, да, я немножечко так прибавлю, а то как-то я не очень здорово вас всех слышу. Итак, друзья, со всеми, в общем, коронавирусами, со всеми программами, значит, социальными и не только мы как-то совсем давно не говорили о нашей культуре, друзья. Вот, в общем, сегодня самый подходящий момент. В Хакасии появилось региональное отделение общероссийской общественной организации Ассоциации Искусствоведов. И у нас, друзья, в гостях, в прямом эфире два гостя. Во-первых, Чабадаева Маина Петровна, кандидат искусствоведения, научный сотрудник Хакнияли, председатель Хакасского регионального отделения Ассоциации Искусствоведов, автор 17 альбомов по хакасскому изобразительному искусству. Доброе утро. Доброе утро. И также, друзья, у нас Ольга Петровна Доможакова, председатель правления общественного фонда сохранения культуры хакасов в городе Новосибирск. Всем здравствуйте еще раз. Доброе утро. Почему сохранение культуры хакасов в городе Новосибирск? У меня вопрос возникает логичный сразу. Что Новосибирск, мы в Хакасию включили сюда? В Новосибирске очень много хакасов учится, молодых. Не, учится-то понятно, это все-таки. И, соответственно, их нужно там организовывать. И у нас очень многие годы там была землячество хакасское, которое переросло уже в общественную организацию в 2012 году. Крайне интересно. Ну, в общем, все, здесь вроде стало понятно. Ассоциация искусствоведов нас интересует в первую очередь. Это что такая за организация? Для чего она нужна? Мы организовались 15 января 2020 года. Мы работаем в составе Всероссийской организации общественной искусствоведов России. У нас три члена в настоящее время регионального отделения. Это кандидат культурологии Оксана Киштеева, затем Эльвира Казанцева и я. Наши цели и задачи – это, во-первых, популяризация хакасского изобразительного и декоративного искусства. Затем также мы планируем проводить различные мероприятия, выставки, издания каталогов, альбомов. Все, что связано с хакасским декоративным и изобразительным искусством. Также мы планируем сотрудничать с различными общественными организациями хакасии. Это Советом старейшин, библиотеками, Министерством культуры и Министерством регионального развития. То есть планов у нас очень и очень много. — Если говорить об изобразительном искусстве, в частности, насколько оно богато в хакасии? Я, честно сказать, человек, не разбирающийся именно в изобразительном искусстве. Вот богата наша республика этим самым искусством? — Да. Дело в том, что в 2004 году я защитила кандидатскую диссертацию по теме становления и развития изобразительного искусства в хакасии. Это 1920-2000 годы. И моя тема непосредственно связана с изучением хакасского искусства. Это живописи, графики, скульптуры. — Насколько мы богаты изобразителем мускусства? — Да. Искусство хакасии очень богато. Но, к сожалению, оно остается практически малоизученным. У нас очень богатое древнее искусство. Это петроглифы, каменные зваяния. — Про петроглифы и каменные звания вроде более-менее все известно. Это на слуху. А если говорить о более современном, вы говорите 1920-го года. — Честно говорю, совершенно, видимо, как-то они популяризированы и неизвестны. — Нет. Но я многие годы этим занимаюсь. У меня очень много публикаций по хакасским художникам. По становлению искусства изобразительного хакасии. И становление искусства было связано с организацией различных областных хакасских организаций. Это Краеведческие музеи, во-первых, там работали художники. Во-вторых, это драматические театры, хакасские, русские, тоже где работали художники. Затем... — Там у них, кстати, выставки есть, у них фотографии в фойе. И вот там... — В театре? — Да-да-да-да. Там я видел. И именно по деятелям искусств, но вот про художников тоже как-то там неявно все это. — Дело в том, что, понимаете, прошло очень много десятилетий, и была война. Многие художники ушли на фронт, погибли. И сейчас как бы мы постепенно делаем, реконструируем художественную жизнь в хакасии. Предвоенных лет, 30-х, 40-х, 50-х годов. То есть собираем вот Краеведческий такой интересный материал. — А где он сохранился, этот материал? То есть где-то в столичных, получается, галереях? — Нет. У нас очень богатая коллекция Хакасского Краеведческого музея. — А, в нашем музее, кстати. — Да-да-да. В запасниках хранятся много картин, скульптуры, графики. Также у нас есть Абаканская картинная галерея, тоже галерея, которая насчитывает несколько тысяч произведений различных художников. И вот, приходя как бы плавно к этому вопросу, вообще в Хакасии давно назрела проблема создания художественного музея. У нас очень богатые коллекции по древнему искусству, по декоративно-прикладному искусству, по современному. И мне кажется, для жителей Хакасии было бы важно приходить в музей и увидеть эти коллекции как бы в реальности. — Вот сейчас у нас есть большой музей, там должно же хватить на это место, то есть можно будет там это увидеть, все прийти? — Ну, дело в том, что там... — Площади огромные. — Это музей краеведческий, там хранятся материалы краеведческого характера, история, археология, да. Но вопрос о создании художественного музея поднимался очень много лет тому назад, 30-40 лет. Ну, и это все так и осталось на уровне разговоров. — Вы сказали, что картин много в запасниках. А много это сколько? Это тысяча, две, три? — Ну, несколько тысяч, да. — У нас, кстати, вообще, как послушаешь наших музейщиков, у нас столько всего в запасниках, да? Ну, что-то мы никак не можем это все увидеть. Открывали фонды, когда, вот, я сходил, посмотрел археологию с ребенком. Вот это было очень классно, да? И, то есть, я смотрю во всех направлениях, у нас как-то много всего в запасниках, а нигде экспозиции этих нет. И, в общем, это неправильно, что ли. Тем более, теперь с такими площадями-то, я надеюсь, наконец-то где-то можно будет увидеть. — Ну, вот опять же, нужно ставить этот вопрос, потому что почему-то у нас власти сами не могут додуматься до того, что все-таки извлечь из фонда все то, что похоронено там и не показывается населению. — А это вот от кого напрямую зависит, да? Кто за это отвечает? То есть, допустим, будучи, я не знаю, во власти кем нужно? — Министр культуры. — Ну, хотя бы на уровне министра культуры надо ставить эти вопросы. — Да, да, наверное, надо задать вопросы. — Надо обязательно, ну, у нас бывает периодически, кстати, на радио, можно будет спросить. — Да. — Там наверняка просто я подозреваю, да, что есть какие-то, может быть, достаточно сложные процедуры, да, всего этого, как-то зарокументировать. — Ничего сложного нет, на самом деле, на мой взгляд, как общественниковый и далекого от бюрократии, да? То есть бюрократы сами себе придумывают вот эти вот сложности, а потом пытаются их решать. Но можно все это делать гораздо проще. — Забавно. — Просто взять и сделать. — Ну, мне кажется, вот назрел сейчас такой момент подходящий, что нужно все-таки как-то знакомить жителей Хакасии именно с коллекциями, с нашим богатством, которые... — А вот вы, я знаю, вижу, с собой принесли, это книжки, альбомы, да, про изобразительное искусство Хакасии. Вы можете их показать в кадр? И где их можно на самом деле видеть? Может, в библиотеке где-то есть, если этого нет, свободной продажи? — Ну, дело в том, что вот за этот год наша ассоциация издала 4 альбома по хакасскому искусству. Это, так называемая... мы планируем издавать серию, которая будет называться «Культурное наследие Хакасии». Первая книга вышла в марте этого года, она посвящена образу богини Умай, хакасской богини Умай в изобразительном и декоративном искусстве. Теперь, летом я выпустила два альбомчика, это художественный войлок хакасов и традиционная женская шуба хакасов. И сейчас вот наш член ассоциации Оксана Киштеева готовит 4 альбом, посвященный хакасскому головному убору, женскому головному убору. И мне хочется выразить благодарность за помощь в издании книги Ольги Петровне Доможаковой. В издании книги «Традиционная хакасская шуба». — Это замечательно. А где можно с ними ознакомиться? То есть, в свободной продаже есть? — Дело в том, что тираж обраниченный и уже практически у нас есть место. — Значит, должно, я так понимаю, разойтись по нашим библиотекам, да? — Да, библиотеки. — В Доможаковской есть библиотеки? — Да, безусловно. Мы сейчас будем проводить презентацию, и как раз будут переданы книги. Я вот еще немножко тут хотела дополнить. Вот тут мы представили книги, которые именно Маина Петровна написала, но в рамках этой же коллекции, то, что у нас Оксана Кишчеева и Николай Ольгейшев «Шорские орнаменты». То есть, это тоже в цикл входит. — Сколько сложной работы было собрать все эти, скажем так, книжки? — Дело в том, что я хакасским искусством занимаюсь 20 лет, даже больше 20. Я 20 лет прожила в Санкт-Петербурге и методично, регулярно изучала коллекции санкт-петербургских музеев. Это кунсткамеры и Российского этнографического музея. Это очень богатые коллекции по хакасам, и они собирались еще с дореволюционного времени. И мне повезло ознакомиться с этими коллекциями, изучить научные материалы, все публикации, которые выходили по хакасскому декоративному искусству. И благодаря этому многолетнему труду удалось все это осуществить. — А в наши фонды у вас доступ есть? — Да, я хочу выразить благодарность директору хакасского музея Андрею Юсифовичу Готебу. Это специалист вообще высокого уровня, с прекрасным образованием, хорошо знающий и понимающий хакасское искусство, древнее и археологию. Спасибо ему отдельно. — Вот тогда еще ты когда сказал про то, насколько сложно было все это изучить, собрать, то есть в фондах там есть условия хранения подходящие, да? То есть не пришлось ни реставрировать эти работы, ничего, то есть просто они вот где-то есть, туда доступ получили и смогли их спокойно изучить. Да, дело в том, что там сейчас созданы хорошие условия и климат, климатические условия для хранения предметов и одежды, и этнографии, и изобразительного искусства. Условия созданы вообще неплохие. — Друзья, прервемся на рекламную паузу. Я напоминаю, это прямой эфир, 298-198, телефон нашей студии, можно позвонить, и если вас что-то заинтересовало, спросите об этом наших гостей напрямую. 298-198. Если по какой-то причине вдруг у вас нет возможности позвонить, можно, конечно же, написать нам в Телеграм. Я буквально сейчас вам проектую номер. 8-983-054-05-37. 8-983-054-05-37. Задавайте ваши вопросы, мы с удовольствием, и наши гости, конечно же, попробуем любопытство вашего удовлетворить. Через несколько минут мы снова в студии. Дмитрий Каштанов, Андрей Пахабов, друзья, никуда не переключайтесь. Радио Хакасия-ФМ на 91,5. Друзья, продолжается утренний эфир. Дмитрий Каштанов и Андрей Пахабов в студии. И я напоминаю, у нас сегодня гости друзья. У нас Чападаева Маина Петровна, кандидат искусствоведения, научный сотрудник Акниялии, председатель Хакасского регионального отделения Ассоциации искусствоведов, автор 17 альбомов по хакасскому изобразительному искусству, а также Ольга Петровна Доможакова, председатель направления общественного фонда сохранения культуры Хакаса в городе Новосибирск. Друзья, в 298-198 телефон прямого эфира. Можно звонить, задавать ваши вопросы, если у вас такие появляются. Дмитрий Каштанов, Андрей Пахабов в качестве ведущих. Андрей, ты традиционно после рекламы пауза... Над нашим, скажем так, сценаристом, который пишет вопросы для гостей. Вот у него некоторые формулировки интересные, я хочу прочитать. Ну, во-первых, мы знаем, что у вас есть устав, естественно, организации. В этом уставе написано, содействие созданию условий для активной профессиональной общественной деятельности своих членов. Как это понимать? Возмущается наш сценарист. Да, возмущается наш сценарист. Вот как это понимать? Что это имеется в виду? Так, что мне хотелось сказать? Дело в том, что нам бы хотелось заниматься искусствоведением как наукой. К сожалению, в наше время в Хакасии искусствоведение как наука не развивается. И мы бы хотели подтянуть, во-первых, может быть, как-то проводить научные конференции, содействовать различным общественным организациям, консультировать, проводить родительные семинары, мастер-классы и прочее. Что для этого нужно? Что мешает, в общем, нам развивать искусствоведение? Нам не хватает понимания от отдельных специалистов в Министерстве культуры. Например, отделом современного искусства занимается человек, мне кажется, очень далекий от искусства. Но нам бы хотелось как-то найти понимание и поддержку от Министерства культуры. Может ли ассоциация рассчитывать на сотрудничество с зарубежными партнерами, их объединениями? В общем, я знаю, что, да, все знают, наверное, что за границей очень-очень любят искусство малых народов, какие-то древние вещи вот эти. Все это пользуется очень большой популярностью. И вы как-то пытались куда-то заявляться, куда-то с этим попасть? Отправляли? У вас, кстати, вот вы показали альбомы прекрасной книжки, а они у вас переведены на какие-то языки, может быть? Можно я скажу? Дело в том, что членом ассоциации искусствоведов я являюсь с 2010 года. Но я была членом ассоциации искусствоведов Санкт-Петербурга. Благодаря этому я, как бы, очень много путешествовала за границей, смотрела в музеи. И в дальнейшем, конечно, хотелось бы заниматься популяризацией хакасского искусства за границей. Но то, что от нас зависит, мы сделаем. Но все-таки это, я думаю, в перспективе это все-таки как-то этим должно заниматься Министерство культуры, понимаете? Именно популяризация хакасского искусства за границей, что делалось в прежние годы благодаря Министру культуры Окольникова Светлане Анатольевне. Очень часто хакасские этнические музыкальные группы выезжали за границу, записывались диски. И вот хотелось бы, что вот эта традиция популяризации продолжилась в наше время. Я бы еще хотела добавить, тем более, что буквально в этом году Путин особое внимание уделяет внутреннему туризму и внешнему, имеется в виду, что наша Сибирь, она должна более быть презентабельна для туристов зарубежных. Мне вот в этом отношении не нравится очень одна давно сложившаяся традиция, что приезжающие к нам институты, московские, санкт-петербургские, которые занимаются здесь, допустим, той же археологией. Я вот не знаю, как в области искусства это происходит, но вот, например, с археологией, это очень наглядный пример. Они приезжают, они, значит, разрабатывают курганы, они находят там какие-то, значит, предметы, и потом это уходит туда. То есть, понятно, вы вложили денег, вы здесь, значит, работаете, вы возьмите это к себе, вы это изучите, а потом, ну, ладно, у нас раньше не было, допустим, условий хранения. Сейчас у нас, вы сами сказали, что с этим все прекрасно, но вы потом верните, ну, сделайте вы себе копии, там, слепки или еще что-то, и пускай они у вас хранятся. А мне кажется, что непосредственно оригиналы, и при условиях, если есть условия хранения, и они сохранятся и не пострадают, они должны храниться на родине. Тем более, если мы сейчас развиваем туризм внутренний, то это еще, получается, еще один момент, из-за которого люди сюда поедут. Если мы хорошенько набьем наш музей, который, я повторюсь, с огромными площадями, сейчас современный, и все круто, и замечательно, если мы сделаем там нормальные экспозиции хорошие, да, если мы там все, то это будет еще один момент. А вот я был там в музее в Хакасии, а вот я такое видел, а больше нигде не посмотреть. Так вот, это опять же вопрос от Министерства культуры, потому что на сегодняшний момент та же ТУВА, они уже коллекции вернули к себе, и туристы теперь с удовольствием посещают, а это же приток денег, на самом деле. Ну нет, это понятно, да, что ТУВА занимается современной целью. Да, да, интересы, как это, в Якутии там везде тоже, и алмазы, и все, то есть как бы это все показывается, рассказывается, и есть куда сходить. У нас пока только единственное, что под видом спасательных археологических проскопов, ну, просто разоряются наши курганы, это ведь наш прекрасный ландшафт, там же на всех этих, ну, то есть Хакасии без курганов, это же... Здесь тоже такой вопрос, на самом деле, очень тонкий. Я вот не археолог, да, я, наверное, не могу что-то утверждать, но вопрос-то задать могу. Ну, то есть, вы считаете, не нужно это разрабатывать и изучать? Нет, ни в коем случае, это священные могилы предков, и они сами по себе являются уже уникальным археологическим достоянием, это музей под открытым небом. У нас есть куда повозить людей. Ну, а как же вот, например, узнать, как жили предки, подробности какие-то? Довольно много уже выкопано, и надо просто вот это все из фондов извлечь и наполнить, наконец-то, пустующее помещение прекрасного музея, действительно прекрасного музея. Если говорить, да, если говорить, допустим, о разработке курганов целых, да, ну, наверное, пускай да. Но у нас, например, есть, я сам был на, как называется, Костяновское водохранилище, да, у нас здесь, в районе Троицкой, не, дальше, дальше, туда-куда, Троицкая, вот где-то в том районе. Там дело в том, что водохранилище, оно размывает землю, и там очень, то есть, размываются древние курганы. Ну, вот эти же можно изучать? Да, вот именно такого рода, да, можно. Ну, а если, когда идут просто степи, то и начинают копать все это, это тоже, ну, недопустимо. Вы хотели что-то сказать, добавить? Мне хочется добавить, что вот Хакасия собирается развивать туризм, и мне кажется, в первую очередь, так же необходимо обратить внимание на муниципальные музеи, привести их в порядок элементарно, причесать, помыть, как-то экспозиции нормально привести, в современное соответствие. Чтобы туда можно было, в эти музеи можно было привозить иностранных туристов, туристов из Москвы, европейской части России, и просто показывать, как бы, наше богатство. И эти музеи могли хотя бы за счет этого туризма элементарно могли зарабатывать денежку, которую не хватает. Да, 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 даже хотя бы вся этот Столбыкский курган, да, знаменитый, ведь там же можно восстановить вот эту реконструкцию, сделать, как оно было, это погребение, то, что сейчас, как бы, ну, было бы гораздо интереснее туристам. Ну, у нас же ведется такая работа, у нас и глахты, например, сделали, вот Андрей, который сейчас вспомнил хорошо, то есть там же вот эти жилища построили, причем, ну, как бы, ничего не нарушая, да, то есть они просто воссозданы. Ну, это один глахты, а у нас сколько? Полтаковский музей, прекрасно, наскально живут. А вот и перечислить, я, может, не все знаю, я тоже не очень. Да, Лиша. Музей-сундуки, прекрасный памятник. Об этом слышала. Полтаковский музей, Малые Арбаты, музей в Саиногорске, посвященный богине Умай. Так, Лукхурту Яхтас, прекрасный музей. А в Арбатах что я? Просто у меня там бабушка живет, а я ничего не слышу. Там, я не знаю, как бы, ну, там прекрасная Малоарбатская писательница. Угу, угу. То есть у нас вроде как бы, и вроде как есть музей, но недостаточно туда вложено средств, чтобы во всей роскоши, во всей своей красоте показывать красное искусство. Все-таки можно было бы. Хорошо. Вот, возвращаясь к вашей организации недавно, которая, собственно, организация организовалась, хочется сказать. А почему назрела вообще необходимость такая? И кто был инициатором, то есть кто продвинул эту идею? Ну, инициатором была я. Дело в том, что во всех областях Российской Федерации, автономных республиках, во всех организациях есть подобные как бы региональные отделения. В Туве, в Горном Алтае. И я так удивилась, что почему-то до сих пор в Абакане такой подобной организации есть. Тем более, которая организация, которая бы занималась именно изобразительным и декоративным искусством, изучением изобразительного и декоративного искусства Хакасии. Честно говоря, у нас очень много тем различных, интересных и малоизученных. Например, архитектура Хакасии, архитектура города Абакана, 20-30-х годов. Потом архитекторы. Кто же у нас строил те же элементарные первые здания советского времени? Я здесь, в библиотеке Академии наук, обнаружила книжку такую архитектора при Енисейского крае 18-19 века. И в этой книге опубликованы имена наших хакасских архитекторов. Но почему-то до сих пор никто ими конкретно не занимался. Но это тоже очень интересная тема. Потом неизученная тема архитектуры церквей Хакаско-Минусинского края 17-18 века. На территории Хакасии было около 20 церквей до революции, которые постепенно со временем разрушались, закрывались, уничтожались. Тоже вот довольно интересная и неизученная тема. Вот здесь очень интересный момент. Как все-таки у людей вызвать этот интерес? Как их заинтересовать? Воображение не у всех далеко хорошо развито. Вот, например, в одной из социальных сетей известных, периодически люди, у которых есть доступ к архивам, к старым фотографиям Абакана. То есть даже такой небольшой флешмоб был. Пусть от фотографий говорят, что за улица? И вот, ну, то есть угадать действительно не очень просто. То есть я посмотрел, посидел, по-моему, это Ерыгина, по-моему, это вот где фотоателье у нас известное. Да, точно я угадал. Вот, но за счет того, что фотографии старые, архивные, за счет того, что они черно-белые, то есть все-таки понять, как это выглядело, очень тяжело. И вот здесь, может быть, как раз и помогли бы какие-то картины, есть ли у них от того времени? Фотографию, все есть, да. И нет, 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 цветных не было, цветные фотографии, да, допустим, а художники, тем не менее, рисовали. Рисовали, да, все это хранится в фондах музея, Хакасского музея и Абаканской картиной галереи. О чем я хотел сказать, что было бы здорово, например, сделать какую-то, как это правильно называется, да, когда, вот я, например, видел у нас в железнодорожном музее стоит реконструкция, это называется, реконструкция нашей станции Абакан. То есть там сделали в миниатюре, там, я не помню, в каком масштабе, да, то есть это вот рельсики маленькие, паровозики, все сделано очень хорошо, качественно, очень красиво. И прямо можно вот посмотреть и понять, как выглядела станция Абакан, там, сколько лет назад, да. Вот ту же историю, например, можно было бы сделать с улицами Абакана. Это было очень интересно. Вы знаете, у меня, как бы, вот к вам такое предложение, вы на своем телевидении можете организовать какую-то небольшую передачу на 5-10 минут и рассказывать о культуре. Абакана, о культуре Хакасии, какие-то показывать сюжеты, да, встречи с интересными людьми, художниками, композиторами, актерами, да. Вот это и называется популяризация и информирование населения. Мы вам свои идеи, а вы нам тоже идеи. А почему нет? Нет, так и должно происходить. Нет, а взаимодействие? Мне кажется, да, взаимодействие должно происходить, но немножко на другом уровне, потому что, вот, на мой взгляд, мое личное мнение, да, что, то есть по телевизору это смотрится как-то, ну, не так совсем. То есть здесь телевидение именно как источник информации может сказать, а вы придите, пожалуйста, вот, я вот сейчас просто не могу другого примера привести, потому что я был в железнодорожном музее, поэтому я про него говорю. То есть, а вот вы придите в железнодорожный музей и посмотрите, там какая классная экспозиция. Тоже та же самая история. А вот у нас, например, такая организация существует, она на базе, допустим, вот, на такой-то базе сделала реконструкцию главных улиц Абакана. Вы придите и посмотрите. И когда это, ну, не просто пока, что это в телевизоре, ну, это непонятно. А когда ты пришел, объемную, извините, реконструкцию, как это называется, я не могу, экспозицию, объемную экспозицию ты увидел, то есть, когда ты ее вот так посмотрел своими глазами, это совсем другое впечатление. Ты намекаешь на рекламу. Ну, а почему? Нет, слушай, реклама, это когда за деньги, да? Это вопрос, опять же, к Министерству культуры и правительству республики Хакасия. То есть, для развития туризма, конечно, нужно вложить средства вот в музеи, в экспозиции, вытаскивать все из фонда, все это раскладывать. Это просто было бы элементарно дешевле, допустим, чем, например, хотя, конечно, я понимаю, о чем вы говорите, да, то есть, по Хакасии, если поездить, ну, иногда ездить куда-то там, я не помню, на природу, и попадаешь в какой-то район, да, в котором там раньше не было, и там стоит развалившаяся, ну, та же церковь. То есть, я не историк, я не могу на глаз определить, сколько ей лет, да, но что-то такое может, ну, послереволюционное, наверное. А где конкретно? А вот, а я сейчас даже не скажу, потому что это было давно очень, ну, то есть, я увидел, и у меня мысль такая промелькнула, что, ну, наверное, круто было бы это восстановить. А сколько денег, а кто их даст? Нет, ну, существуют тут различные там государственные программы, когда какой-то памятник архитектуры передается в долгосрочную арену с правом, как бы, с реставрацией. Вот, потом... Реставрировать и возить туда туристов, так получается, и таким образом отбить вложенные деньги, видимо, не надо, да, думать, у нас все-таки живем в капиталистической теперь стране, и у нас все нацелены на то, чтобы зарабатывать деньги, и по-другому никак не получается, вот, и поэтому здесь все-таки, мне кажется, очень сложно. Раз уже заговорили о деньгах, а на какие средства ваша ассоциация живет, хватает ли их, или, может быть, господдержка нужна еще дополнительная? Ну, мы бы, конечно, не отказались от государственной помощи, но сейчас мы живем за счет, как бы, спонсорской... То есть, есть неравнодушные люди? Да, да. Которые тоже увлекаются искусством? Вот они помогают? Которые заинтересованы именно в хакасском, в развитии хакасского искусства. А вы со своей стороны, допустим, ну, вот, раз мы про деньги действительно заговорили, какую-то, какие-то платные услуги можете оказывать? Например, экспертную какую-то, ну, экспертизу, грубо говоря, что-то нашли, да, где-то там, позвонили, сказали, ребята, тут какая-то картина, мы понять не можем, старая, вот, надо, надо ее... Ну, вы поймите, для того, чтобы осуществлять экспертную деятельность, нужна лицензия. Лицензия нужна, это важные детали, да. Прощение, да. Я не знаю, какие вообще планы, вот, понятно, что есть перспективы, а вот планы на ближайшие, там, не знаю, месяц, два, три есть какие-то, о чем можно уже поведать, рассказать у вашей ассоциации? Ну, мы планировали провести в октябре этого года конференцию, посвященную художнику Александру, известному художнику Александру Доможакову, у него в этом году юбилей, ему исполняется 65 лет детства, дня рождения. Ну, вот, в связи с этими, как бы, коронавирусными у нас делами, мы решили проведение конференции отложить на следующий год, потому что нам нужно подготовиться, нужно время, естественно, нужны деньги на проведение конференции. Всегда такие организации, да, они, то есть их ценность, их вес зависят от того, какие люди там работают. Ну, вот, там, ближайшая аналогия, допустим, появляется в учебном заведении академик, это академия. Вот, вы такими людьми можете похвастаться, сколько у вас людей с какими-то научными, значит, регалиями, там, должностями? Ну, на данный момент у нас три члена организации, но на следующий год мы собираемся, как бы, численность свою увеличить. У нас уже есть заявление на вступление в нашу организацию. На данный момент у нас три члена. Это я, кандидат искусствоведения Оксана Киштеева, кандидат культурологии, преподаватель Хакасского университета. И Эльвира Казанцева, профессиональный искусствовед, преподаватель Хакасского университета. Угу. Ну, то есть, я почему-то показал, что у вас больше, гораздо, ну, со своей стороны желаю вам расширить ваши... Ну, дело в том, что у нас этот год был такой вот период становления, нам нужно было присмотреться, оглядеться, подумать. И вот... Наладить связи. Да, да. Контакты. Ну, в общем, на этом, я думаю, что мы вас и отпускаем. Все, что хотели спросить, мы спросили и узнали. От себя, еще раз повторюсь, желаем, чтобы ваша организация процветала, чтобы развивались и дальше получали научные звания и степени все ваши участники. И чтобы вас становилось больше цели поставленные, которые вы ставите сами перед собой, чтобы вы их добивались. Спасибо. Ну, вот я вот еще тоже хотела бы, наверное, немножко добавить в этом плане, что как раз вот такие вот некоммерческие организации, ну, типа моей, типа Ассоциации искусствоведов, является, наверное, одним из вариантов хорошего претворения неравнодушных идей людей в жизни. И тут, конечно, хотелось бы обратиться тоже и к властям, к органам власти, чтобы они более внимательно относились к таким людям, ну, и как-то всячески помогали, шли на встречу. Потому что, в принципе, инициативы от таких организаций, они исходят именно от заботы, от реальной нужды, которая, ну, на сегодняшний момент уже прям назрела, она висит в воздухе, как говорится. И надо только это, ну, подхватить и помочь людям. И, ну, как бы, мне хотелось немножко допомнить в том плане, что мы могли бы оказывать такую вот методическую помощь исследователям Хакасии по хакасскому искусству, молодым ученым. Обращайтесь к нам, мы всегда вам поможем. Спасибо большое, друзья. Радио Хакасия ФМ на 91,5. Мы наших гостей отпускаем. Сами еще вернемся, конечно, в студию через буквально несколько минут. Пока музыка. 298-198, телефон нашей студии. Звоните, пишите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин